Христу готов, верующий, но не настолько, но верую, верую. Мы, православные христиане, исповедуем Христа, пришедшего во плоти, и ожидающего второго его пришествия, славного и дивного, когда закончится мировая история. Ну, вы знаете, каждый доходит до своего сам, вы знаете. Подталкивать тоже нельзя. Я, например, повоевал в свое время, поэтому пришел к Христу. Вот. Но тоже так, знаете, не настолько, чтобы отдаться ему. А почему нет? По крайней мере, верю, 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 верю. Господь говорит, Первая Западь, возлюби Господа, Творца Твоего, всем умом, всем сердцем, всем разумением Твоим, всей душой Твоей, всей крепостью. Я прошу прощения, отец, диалог. Если бы с Богом я вел диалог, я бы побеседовал с Богом. А перечитывать Библию мне не надо. Вот я с тобой хотел поговорить. Я вам отвечаю. А ты начинаешь Библию читать. Исайя это. Я вновь. Смотрите, Иисус Новин говорит 1.8. Вникай в учение Господня. День и ночь. Он мне когда скажет, тогда я послушаю. А я с вами разговариваю. Я вам отвечаю. А я с вами говорю. Да. А зачем устами Христа говорить? Потому что Христос наполняет, и другой разговор пустой. Правильно. Ну, да Христос в чем мучает-то? Думай своей головой. Делай свои действия сам. Когда Господь направляет. Иначе голова заведет туда, откуда и голову не вынесешь. Правильно. Так а почему у тебя кот сидит на кровати? Что Христос говорит по поводу животных? У тебя на верхний этаж и на нижний этаж и кот. Вот сейчас спорить не будем. Я сейчас тебе просто накажу. Но в христианском плане. Давай не будем. Хорошо, отец? Так как вы... Да, я бы тебе сказал, повеселюсь. Володя, Павел, подай меня сюда в руки. Раз, раз. Володя. Слышишь? Вон, бродяги у тебя где-то. Ой, как красивый, друзья. Ой, белый, красивый. Слышишь, нет? Павел, подай меня. Сейчас, подождите минутку. А что ж у тебя, Павел, на телефоне-то, а? Подожди. Что? Что Божий наш говорит про это самое, про Божие тела? Посмотри, какая красота. Красота? Вот, 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 вот то, что перешел на красоту, совершенно другое. Я рад с вами поговорить. Это очень красиво. А вы знаете, а мне больше тот рыжий наверху на кровати лежит, он мне больше нравится. Может быть, он такой герой, как ты. У меня пять собак маленьких. Вот сегодня заболела одна, вчера заболела. Вчера на больнице лежала, у меня отвозили. Сегодня в больницу отвезли ее, лежит там, вечером заберем, если все нормально будет. Сами справиться не можем. Но к Богу обратиться не могу. Я сам, вот, тварь Божия. И собака, тварь Божия. Но просить Бога за собаку, когда людей у нас очень много, кто же Донецкий убивает и так далее. Так, получается, за... Вы один вопрос, один вопрос про себя ответьте. Почему вы бреетесь? Зачем на женщину пытаетесь похожей быть? Вы муж подкаблучник или что? Зачем бороду сбрили? Вот вы сейчас такую глупость сказали. Э-э-э, не глупость. Я вообще... Это Бог сотворил человека, а человек искажает образ Божий. Нет, нет, нет. Я вам сейчас объясню. Дело в том, что я юрист и преподаю теорию государства права. И тоже историю государства права за рубежные страны, и историю отечественного государства права. И я превосходно знаю, что такое брить, что такое не брить, что такое старовера. Вот. Спорить я с вами в этом не хочу. И не буду даже спорить. Так спорить зачем спорить? Вы не искажаете. Бриту выброси. От лукавого это все. Да. От лукавого. Ну и все. В доме достаточно одной мамы. Зачем две-то? А почему две у меня мамы? Да потому что мужчина бритый, это уже не мужчина, а уродливое создание. Я прошу прощения, а как же ты исполняешь свои женские обязанности, если вот ты мать одна, да? Ты куда даешься? Посмотрите, даже основателям... Куда ты куда даешься? Прошу прощения, ух попу, так ты пидорас, а это тоже законно запрещено. Фридрих Энгельс, какая борода. Карл Марс, даже Ленин, Ленин, а то с бородкой. Карл и Марс, это разные люди. Все, я не хочу с вами разговаривать. Слушайте, перестаньте вот этой темой заниматься. Ерундой, перестаньте. Вы даже малым не хотите покориться Богу. Все кончится. Внезапно Бог обрывает жизнь, человек идет на суд Божий, еще вы будете отвечать. Сколько вам хватит-то? Вы думаете, что суд Божий-то придет, еще отвечать будете-то? Сколько вам хватит, скажите честно, если он перед Богом? У вас мысль сфокусирована только на деньгах. У меня пенсия, 8 тысяч. 8 тысяч 141 рубль. Вы ничего не слышите? Так кто интернет оплачивает тебе? 8 тысяч 141 рубль 33 копейки пенсии за 35 лет стажа. 8 тысяч 141 рубль 33 копейки за 35 лет трудового стажа. За интернет сколько платишь? Ни сколько. За интернет? Ну, я не знаю, 500, наверное, рублей. Сколько? Может, 500. 500 рублей интернет. Правильно. Так. Наушнички у тебя за полторы тысячи. Это мне подарил парализованный Сергей Козлов. Он в 17 лет парализованный был. Компьютер подарил кто? А? Компьютер кто подарил? Не понял, что подарил? Компьютер, компьютер. Компьютер? Программист, который знает меня, подарил, привез и поставил. Назови ее, назови ее, назови ее фамилию. Кого? Программист, назови ее фамилию. Вам зачем? Он только сейчас ушел. Он программист. Так ты что? Так это вот ты вот болтун. Видите как? Сатана заходит в рот человеку и он начинает лгать. А у нас ложь, это грех смертный. Почему бы? Человек ушел только. Вот ему сказали. Правооправдание. Угу, как хорошо. И грядет в этот мир судить мир. Слово его будет судить. Евангелие Тяна 12.48. 350, 53, 20. А я, скажем так, атеист. А что такое атеист? Это вера в ничто. В бублик. В дырку от бублика. Да, вот это. Да, именно так. Бессмысленная жизнь. Бессмысленная обманчивая жизнь. Ведущая в ад с сатаной вместе. И там будет огонь вечно гореть. Ну, хорошо, скажите мне вот тогда. А без веры угодить Богу невозможно, говорит апостол Павел. Невозможно. Извините, перебил вас. Но вот смотрите. Как можно верить в то, чего не видел никто? Не видел. А вы верите, что был Древний Рим? Нет. Не верите. А что Александр Македонский был, не верите? Не могу сказать. Так, дальше. А Лев Толстой был такой? И Ленин был? Ну, про них, да. А как вы верите? Вы их не видели. А как вы верите? Лев Толстой, по крайней мере, от него остались произведения. А тут Евангелие, Библия осталась. Библия – самая популярная книга в мире. Ну, я согласен, популярная. Ну, так вот, как? За Львом Толстом ни один не идет, а христиан больше двух миллиардов. Ну, у всех своя правда. Это не своя правда, Божия правда. А своя правда – это когда люди неверующие, они по углам. 86% разводов. Разводов? Разводов, разводов. А у нас нуль, ни одного развода. В смысле, семейные пары имеете в виду? Да, имею в виду так, что венчанные в церкви люди у нас живут. А люди неверующие, а атеисты, разводятся на каждом шагу. Дети, сироты, наркоманы. Без Бога жизни-то нету, одно страдание. Я так скажу, тут Бог ни при чем, вот в общем-то. Тут больше само, так сказать, взаимопонимание между людьми. Наверное. Знаете, я до 23 лет Евангелие в руках не держал. И учился, и учился непрерывно. И Господь привел меня к ногам своим. Говорят, какая-то беда была. У них какая беда, я работаю на корабле. У меня деньги. Открыто все, учусь в училище. На штурмана. И Бог коснулся сердца. И жизнь изменилась 57 лет назад. Так а вы где-то служите? Нигде не служу я. Я Богу служу. Богу. Не в храме только, а всюду. Я не священник, простой рабочий. У меня специально строительное. Работал прорабом. Я об этом и спрашиваю, что не в храме, нигде. Нигде. Просто православный христианин. И люблю моего Господа, умершего за меня. Ясно. Вот вы хотите больше узнать? Зайдите на наш YouTube. Называется «Во свете Библии». Зарядите. «Во свете Библии». Нет, спасибо. Я сторона обойдет. У нас такой канал, которому равных нет в мировом YouTube. 16 800 роликов. Я сторона обойдет. Спасибо. Мы строим православную деревню. Поселиться может тот, кто докажет, что он не лжет, не пьет, не курит, не матерится, не ворует. Ну, успехов вам. Слава Иисусу Христу. Всего доброго. Вам желаем прийти к Богу и примириться с Ним. Ну, ты меня рассмешнил. Да, об этом Лермонтов пишет. Есть Божий суть на перстнике разврата. Ну, да. Слава Иисусу Христу. Бог сотворил человека, а не сам по себе. И поэтому надо держать образ мужчине, быть мужчиной. Да. Как у вас здоровье, Лид? Да вам мое здоровье-то вообще не достичь никогда. Да. Мы живем для Бога, и Бог продляет нашу жизнь. Я это знаю. Бог нам сделал же. Мне сколько лет, как думаете? 41. Правильно. 81-й. Понятно. 41-й, да, он, дедушка? Умножить на 2, и получится мой возраст. Да. Старый, сходов, да. И Бог дает радоваться этой жизни. С Богом. Да, да. А без Бога жизнь пуста. Она ни к чему не пригодна. Да. Там убийства, наркотики, блуд, воровство, сквернословие. Все там. А у верующей нет, а тут чист. Господь говорит, будьте святы, как я свят. Да. Господи, это наш город, мир. У вас такая книга дома есть? Есть, коран, да, есть, считаю я такие вещи. Вы коран считаете? Да. Ого, хорошо. Вот этот вот? Нет, это есть, да. А какой? Коран. А какой коран? Вот он, коран. Исламский коран. А это исламские есть? Да. Считаю это тоже. И что там сказано об Иисусе? Я доказания читал, доказания получать. Вы не считали коран? Не знаете, что он называется Иса? Христианский. Иса. Да, писал Иса. А Мария, Мать Иисуса, Марьям. А Моисей у вас? Моисей Муса. Муса. Да. У нас Абраам, а у вас Ибрагим. Да. Ну вот. Все взято это из них. Береша, вы мамас делаете? Мы постоянно исполняем пост и молимся ежедневно 7 раз. У вас 5 раз, а у нас 7 раз. Да, да, у нас 5 раз. Мне пришлось много быть мусульманами. Это дед? Это кто это? Сын, да, ваш? Вот сзади там. Мне пришлось за слово Божие, за Христа, отбывать в лагере с мусульманами. Город Джанатас, Жамбульская область, Казахстан. Да. Это кто рядом там одет? Рядом, рядом, говорю. Кто сын или ну? Спасибо. Продолжение следует...